Здравствуйте дорогие друзья! Рада приветствовать вас на канале Дачные Советы. Сегодня у нас 23 марта. И в этом ролике я хочу вам показать бузульник, который я сеяла 9 февраля. Ставила на промораживание. Вот под номером 1. 5 семян было здесь. Все 5 семян я и посеяла. Стояли у меня емкости с бузульником на балконе. Промерзали. И вот неделю назад я их занесла домой. Дала оттаять грунту. И после этого на бороздке, где посеян был бузульник, где семена посеяны, я покапала кипятком. Вот на сегодняшний день бузульник под номером 1. Осирис Фэнтези у меня всходит. Всходить он начал вчера вечером. Пока всходит 3 семечка. Я очень довольна. Надеюсь я, что и остальные взойдут. Вот видите, не знаю как показать. Вот смотрите, вот одно растение. Вот один всходик. И вот начинает только всходить. Но я надеюсь, что еще взойдут у меня семена. Что хочу сказать. Присыпала я вермикулитом. Но почему-то мне в этом году, обычно чаще всего я присыпаю песком. В этом году песка не было у меня в тот момент, когда я сеяла и присыпала вермикулитом. Да, и вот еще одно семечко всходит. Один росточек появляется. Не знаю, вам наверное не видно, но вот оно. Вот. Прям упирается у меня лопаточка в него. То есть 4 у меня из 5 уже точно всходят. Почему-то не очень мне нравится вермикулитом присыпать. Как-то мне кажется слишком плотный грунт. И вот хорошо, что тут всходы крупные. А если семена какие-то мелкие, то мне кажется они через вермикулит не пробьются. Поэтому вот в дальнейшем я больше не буду использовать вермикулит именно для подсыпки. Буду все-таки как обычно запасать песок и все-таки присыпать песком. Через песок лучше семена всходят. Вот с учетом того, что из 5 уже 4 всходят растения, я конечно очень довольна. Так как если кто покупал рассада и бузульник, то конечно знаете, что стоит он минимум 400-500 рублей. В зависимости конечно от того, насколько хорошо развита рассада. Но дешевле 400 рублей я никогда не встречала. Поэтому вот купить бузульник в семенах, 5 штук растений и вот такая вот отличная схожесть. Сейчас вы можете еще посеять бузульник точно так же. Присыпали его, конечно, лучше присыпать песком семена и поставить в морозилку. Дней на 15-20 бузульник это многолетнее растение. Затем, конечно, меньше 15 дней, я думаю, не стоит держать в морозилке. Все-таки нужно дать семенам почувствовать, что пришла зима, что они прошли зимовку и пора просыпаться. И в дальнейшем, допустим, даже если вы в конце апреля, он у вас начнет всходить, он очень хорошо развивается, бузульник. И вот потом мы его высаживаем в открытый грунт. Вообще я очень люблю бузульники и хочу много, чтобы у меня было бузульников в саду. Вот второй бузульник от Элла, вот с таким зеленым листом, он у меня пока еще не взошел. Вот он также был посеян 9-го числа, но вот я сегодня посмотрела, пока всходов нет. Вот он был у меня под номером 2. Но надеюсь, он также взойдет. Обязательно покажу вам затем, взошел он у меня, либо не взошел. Но вот на мой взгляд, очень хорошо сеять, очень выгодно сеять бузульник как раз с семенами, так как получается не так дорого, и вы получаете сразу 5 растений. Но даже если из 5, 3 взойдет, это прекрасно по сравнению с тем, если вы будете покупать уже как бы рассаду. То есть, на мой взгляд, вот лучше все-таки самим выращивать. Этот бузульник, как только у меня появятся настоящие листочки, я, конечно, его сразу рассажу. И, наверное, ролик такой сниму. Вот решила показать вам сегодня всходы бузульника. Очень я довольна, конечно. На этом я ролик заканчиваю. Всем до новых встреч. Пока-пока! Пока-пока!